Всем привет, мои дорогие ребята, и сегодня я наконец-таки снимаю для вас новое видео, и это будет видео-обзор на всю мою коллекцию косметики. Это будет именно первая часть такого видео, здесь я вам покажу все продукты для коррекции лица, это тональная основа, румяна, хайлайтеры, пудры, консилеры и так далее, поэтому думаю, будет интересно. Если вам понравилось это видео, буду рада вашему комментарию, лайку или же подписке, а также можете перейти на мой телеграм-канал Вампирчик, здесь оставлю, как он выглядит, можете перейти по ссылке в описании, либо же просто найти в поиске мой канал. Я всех люблю, и давайте будем начинать. Первое, с чего будем начинать, это тональные основы и праймеры. Я разложила здесь все тональные основы и базы под макияж. В общем, первая это база под макияж от бренда BeColor Capsule, матирующая, увлажняющая база, очень приятно пахнет, от Beauty Bomb, увлажняющая база от Parisa и матирующий праймер от бренда Pastel. Чаще всего использую вот эти два праймера, мне нравятся их ароматы, эффект на коже, можно нанести, когда прям нужно быстро увлажнить кожу и уже наносить макияж. Далее здесь у меня легкие тональные основы, это BB CC Крема, Холика Холик, Объектив Бомб, Ео Мозаик, Эстрад, Бикалор и Яда. И также от Робори, CC Red Correct. Вот им я практически не пользуюсь, не знаю, что-то мне он не понравился. Самый мой любимый из этих, это Холика Холик, он у меня тут уже много использован, и Яда, просто его нужно почистить, помыть, извиняюсь за такой внешний вид. Но в принципе они все неплохие, достаточно даже хорошие, потому что то, что мне не нравится, я чаще всего расслабляю, думаю, вы это заметили. Также у меня здесь кушон от бренда Beauty Bomb, тоже мне понравился, но не так часто пользуюсь, из-за того, что здесь более такой натуральный финиш и не такое прям классное перекрытие. Далее тональные основы, первое это Skin Evolution от Luxe Visage, думаю, вы все его знаете, классный тон. Вот такой матирующий тон от Influence, он у меня практически закончился, классный, да, у меня он в 0,1 оттенке, вот его могу рекомендовать. Evelyn, я его раньше очень любила, его тут тоже очень мало осталось, нужно уже все доиспользовать, чтобы избавиться. Капсула увлажняющая от BeColor, неплохой, тоже классный, можете посмотреть обзор у меня на канале. Вот такой нюаш тон от Vienne Sabor, очень легкий, легко распределяется, но мне он больше нравится на лето, я его летом купила, в конце лета, и вот прям тогда я ему очень активно пользовалась. Тон от Alien, у меня тоже его достаточно мало осталось, у меня он в 12 оттенке, по-моему, классный, только вот тут написано, что это матирующий тон, но это вообще не так. Один из моих самых любимых, это тон от бренда Ama, вот его я прям рекомендую всем, он у меня уже, наверное, месяцев 7, здесь 110 грамм, он у меня не заканчивается. Тон из последнего обзора дешевой косметики с Wildberries, не могу про него ничего хорошего сказать, потому что, как мне писали, что, возможно, от него может обсыпать, и вообще, да, согласна, что вот такие вот не сертифицированные товары лучше не наносить на лицо. Тон от Faris с закосом на Вензабо, хотела сказать, на Maybelline, но вы поняли. И тон от L'Oreal, вот такой Infallible, классный, мне нравится, он окисляется на коже, но летом я его очень активно использовала, он практически закончился. Далее переходим к пудрам и консилерам. Давайте начнем с пудр, так как их у меня сейчас не так много, и у меня очень многие пудры закончились, поэтому сейчас прям их очень мало у меня в коллекции. Первая это пудра от бренда RAD, вот такая она, мне она, в принципе, нравилась совсем немножко, ее уже осталось, я сейчас стараюсь заканчивать как можно быстрее продукты, чтобы от них избавляться. Пудра от Вензабо, также их практически не осталось. Рассыпчатая пудра от бренда CC, не знаю, как правильно называется, и не знаю, я ее почему-то достала, ее достала в надежде, что я ее распробую, и вдруг она мне понравится, но нет, у меня уже давно на нее был обзор, вот сейчас так и не пользуюсь ей. Аматирующая пудра от бренда Artvisar, прозрачная, очень нравится, мне прям часто ее использую, она отлично матирует кожу и вообще незаметна на ней. Рассыпчатая пудра вот такая вот с бабочкой, она мне понравилась, но она очень темная, окисляется на коже, почему-то я заказала 0.1 оттенок, там было указано, но пришел 0.2, и я посмотрела у всех отзывов 0.2. Ну, упаковка очень красивая. Пудра от бренда Mina, Zina, я не знаю, как правильно, тоже ее совсем чуть-чуть здесь осталось, вот ее я прям тоже люблю, здесь большой объем, у нее такая упаковка уже убитая, потому что ей больше года. Пудра от Essence, это как пудра Tone, я сюда высыпала рассыпчатую пудру в крышечку, чтобы ее набирать, у меня здесь так она и осталась, ну, в общем, это классная пудра, она очень светлая, подойдет прям для Белоснежек, отлично. Далее, вот такая пудра, насколько я поняла, это паль на бренд Collagen, когда я покупала на Валбрисе, и под этим обзором мне написали, что, конечно, это паль, и есть оригинал, в общем, вот в таком она у меня виде, я, наверное, ее доиспользую, так как мне она, в принципе, нравится, никаких у меня негативных реакций она на кожу не вызвала, и не буду, конечно же, повторять покупку, потому что все же палью я пользоваться не хочу, тем более Collagen и такой уж дорогой бренд косметики. Далее будем переходить к консилеру, у меня сейчас их также не очень много, первое, это матирующий вот такой консилер от бренда Luxe Visage, в самом светлом оттенке, вот здесь нам указано, что это для маскировки и матирования проблемных зон, но на самом деле, я не знаю, может с ним что-то случилось, пока он ко мне ехал с Валбрис, но у него какая-то прямо жидкая гелевая текстура, которая не матирует вообще кожу, и практически ничего не перекрывает, может мне пришел какой-то брак, я его пыталась очень много раз использовать, но вот никак не могу с ним подружиться. Вот такой консилер от бренда No Wow, No Wow, я не знаю, с Валбрис, я смотрела недавно этот бренд и поняла, что это не какая-то паленка, там знаете, что это именно какой-то бренд китайский. Консилер от Estrade, в принципе хороший консилер от бренда Holika Holika, мне он тоже нравится, такой легкий увлажняющий, вот следующие два консилера, это Luxe Visage и Nene, они очень похожи, вот этот он более увлажняющий, со светоотражающими частицами, бонусом, ну вообще классный, под глаза их наносить, либо для того, чтобы немножко какие-то зоны на лице подчеркнуть или высветлить. Консилер вот такой, насколько я поняла, это тоже закос на бренд ZSAE, но мне этот консилер нравился, я его сейчас до конца использую и выброшу. Два консилера от бренда Beauty Bomb, из коллекции Dark Academy, пользовалась активно раньше, сейчас вообще почему-то не пользуюсь. Вот такой консилер в стике от Essence, в десятом оттенке, в принципе мне он понравился, но не так уж классно, он перекрывает и не фиксируется на коже. Еще один консилер с Вайлбрис, нужно купить себе нормальные консилеры, а не только с Вайлбрис, я не знаю почему у меня, вот в основном какие-то дешевые непонятные с Вайлбрис, вот не именно там эстрад или что-то такое, а и не брендированные. Консилер камуфляж от Catrice в шайбе, я купила его, думала, что он будет классный, плотный, но во-первых, это был самый светлый оттенок на сайте и он очень темный, даже не то, что темный, он прям желтый, такой оранжевый что ли, и у него супер гелевая такая жирненькая текстура, я конечно понимала, да, что тут такая текстура, но я думала, что он будет как-то хотя бы фиксироваться на коже, но плюс вот этот оттенок, ну вообще мне не подходит, это оттенок 0.15 Fair, вот такой. Далее будем переходить к кремовым продуктам для коррекции лица, и я хочу сразу же сказать, что у меня пролились вот эти румяна от Beauty Boom, и из-за этого практически все продукты испачканы, и, например, от румяна RAD они пострадали, и то есть вот этот пигмент от этих румяна от Beauty Boom просто въелся в упаковку, и это не смывается как бы, и я это заметила вот только что, когда вытащила все из контейнера. Начнем с кремовых продуктов для коррекции именно скульпторов. Первый скульптор от Chic Perfect Liquid Contour, да, ну тут написано Blush, классный контур, мне он нравится, легко тушуется, но такой формат не всегда удобен. Стик от Top Face, вот его очень рекомендую, я давно его использую. Один из любимых это стик корректор как консилер от Belor Design, но он в коричневом оттенке, очень таком естественном, и мне очень нравится. Скульптор от Shoe, у него такая более гелевая формула, за счет этого с ним вообще практически невозможно переборщить, и он отлично подойдет для новичков, либо для тех, кто не любит сильно яркую коррекцию лица. Скульптор от Influence, он у меня уже очень давно, наверное, года два, вот его прям чуть-чуть здесь осталось, его могу рекомендовать. Текстура у него тоже больше такой вязкой, гелевый что ли, поэтому он тоже очень легко растушевывается. Стик от Belor Design, мне он нравится, у него текстура поплотнее, такая более восковая что ли. Ну, я его тоже давно использую, но он вообще как будто бесконечный. Использую его часто, здесь более теплый оттенок, сравнение, например, вот с Top Face. Скульптор от Beauty Bomb. Вот такой, думаю, вы знаете, да, что здесь формат вот такой с пуховочкой на конце. Я вам покажу лучше. Вот так вот он выглядит. Здесь такая пуховка, а там уже у нас сам продукт. У него тоже очень такой натуральный, естественный оттенок, он супер легко растушевывается. Вот у него прям такая водянистая что ли текстура. Далее кремовый скульптор, вот такой вот шик также. Мне он нравится, но его нужно выкинуть, потому что у него, во-первых, сломалось боков, когда я его возила с собой в поездку. Он растаял, потом застыл опять потом. В общем, выглядит ужасно, не очень презентабельно. Поэтому нужно с ним попрощаться. Кремовый румян. Давайте я по ним пройдусь побыстрее. Румяшки от Beauty Bomb. Здесь их три штуки. Из коллекции Dark Academy. Фиолетовый. И в двух оттенках. Вот такие, так как тинт румяшки. Один понежнее, и другой более яркий. Румяный тинт для губ и щек. От Париса. Очень классный. Это, по-моему, 0.3 оттенок. Румяна от Golden Rose. Мне они тоже нравятся. У них такой нежный, персиково-коралловый такой оттенок. Яркие румяшки от бренда Rose Wildberries. Тинт от Ok Beauty в оттенке Healer. Им тоже уже, знаете, очень много. Больше года. Стики от бренда Influence. У меня в оттенках 0.2 и 0.3. 0.3 более такой коралловый, яркий. А 0.2 он очень такой носибельный. Румяшки от Pastel в нежном оттенке. С небольшим сиянием. Это у меня 41 номер. Вот так выглядят эти румяшки от бренда Pastel. Далее румяна от Beauty Bomb в стике. 0.3 оттенок. Очень классные румяна от бренда Essence. Stellaris коллекции Rose Naked. Румяна от бренда Morphe в шайбочке. Румяна в стике от Mike Lawrence. Riloui. Chic Perfect Liquid Blush в оттенке 0.2. Очень пигментированные. Я их люблю. Вот эта знаменитая штучка. Вы видите просто, что с нее течет. Я не знаю. Она, во-первых, вся вот такая вот жирная, масляная. Еще и мне все испачкала. Румяна вот такие кремовые от бренда Soda. Из коллекции с Hello Kitty и друзьями. Мне они очень нравятся. Здесь такой нежный оттенок. И они очень легко тушуются. У них такая муссовая полукремовая текстура. И румяна от Rata. Они гелевые. У меня это оттенок Cherish 002. Далее у меня идет вот такое количество продуктов для лица. Это сухие продукты в однушках. Сначала начнем с них. Я их разложила по рядам. Сейчас пройдемся по каждому продукту быстренько. И перейдем к палеткам для лица. И это видео только про продукты для лица. Здесь пудры, румяна, скульпторы, хайлайтеры, тональники, консилеры. То есть все для коррекции лица. Первое это скульптор. У меня их меньше всего. Вот первый ряд только. Скульптор от Stellar. И вот в такой однушке. Это у меня оттенок 01. Классный матовый холодный скульптор. Вот такой мини-бронзер от Benefit. Hoola. Hoola. Pixie Dust. Скульптор от Beauty Bomb из их летней коллекции. Многим известен. Очень классный. Холодный скульптор от бренда Leek. У меня он в оттенке 01. Да, 01. Прелестный, классный, легко тушится. Бронзер от бренда Makeup Revolution. Вот в таком оттенке. Holiday Romance. Романс, я не знаю. Это запеченный продукт с легким красивым сиянием. Я его очень часто использовала летом. Также бронзер от бренда Physicians Formula. Вот такой с кофе. Тоже классный. Приятно пахнет. И имеет такой носибельный оттенок. Не сильно рыжий. И скульптор, точнее, это румяна от Influence. Но оттенок скульптора. Классный. Тут даже есть некоторое какое-то легкое сияние, которое на коже вообще не заметно. Далее у нас тут хайлайтеры и румяна. Давайте начнем с румян. Первое это у меня вот такие вот румяна от бренда Leek. Матовый. Это у меня оттеночек 11 Sweet Rose. Такой легкий матовый носибельный оттенок. Румяна Beauty Bomb Desert Dreamer. В ярком оттенке. Это у меня какой-то оттенок? Капсулы. Вот такие румяна полукремовые. Но я их отношу к сухим, потому что формат им, во-первых, дает право находиться здесь. А также текстуры, которые... Ну, я их наношу честно кистью. То есть мне не нравится наносить их спонжем или как-то по-другому. Тоже очень яркий, классный. Румяна Sea Animatessence. Mina 212 оттенок. Сияющий румяна от La Rosa. Тоже запеченный. Очень красивый. Можно использовать как два в одном. Как румяна. И набирать вот этот оттенок как хайлайтер. Румяна Истерика от Beauty Bomb. Из моих любимых румяна от Estrade в 203 оттенке. У них две штучки. L'Oreal Blush of Paradise. Seven в красивом таком морозном, приглушенно-розовом оттенке. Очень люблю их использовать зимой. Румяна от бренда Givenchy. Призма Libra во втором оттенке. Мои любимые румяна от Darling в оттенке 01. Десерт Дриммер во втором оттенке. Точнее, в первом оттенке. Румяна от Parisa в оттенке 0.5. Oh, too, oh. Корейский какой-то китайский бренд. Ну, очень красивый оттенок. Они, кстати, похожи. Сравнивают с Dior. Далее румяна от бренда Influence Beauty в оттенке 03. Такие розово-коралловые с сиянием. И очень на них похожие румяна. Это Stellar. Тоже с красивым таким ярким золотым сиянием в оттенке 02. Румяна такого пионового что ли оттенка. Я не знаю, как его назвать. В оттенке 202 от бренда Belor Design. Супер нежные такие рыженькие румяна. Румяна от Evo Mosaic или же Evo Mosaic. Мне такой оттенок вообще не подходит. Я такие не люблю. Это номер 0.7, да, получается? Да, 0.7. Румяна La Mela. Румяна от бренда Benefit в миниатюрке. Luxe Visage 0.1 оттенок. LN Pro, который, к сожалению, уже не купить. Но они были классные. И румяна от Divash в трех оттенках. Это у меня 0.4, 0.3 и 0.1. Самый такой нежный. Ну и далее переходим к хайлайтерам. Покажу вам их. Расскажу о своих любимчиках. Один из любимых Be Color Capsule. Оттенки 0.1. Супер яркое сияние. Обожаю его. Хочу еще один оттенок себе купить. Exo Natural от Influence. Mega Lightning от Makeup Obsession. У него тоже супер классное яркое сияние. Он запеченный. Хайлайтер с, к сожалению, очень темной базой. От бренда Beauty Bomb, но с ярким сиянием. Покулярный Diamond Bomb от La Rosa. Такой гелевый хайлайтер. Это My Cap Revolution. Здесь просто уже все стерлось. Также мне вот этот очень нравится. Vampire Princess. От бренда Beauty Bomb с Dark Academy. Тут вроде бы серебристая, но с золотыми блестками сияния. Самый любимый это Clio. Он называется Prism. Здесь два оттеночка. Супер яркие. Показывала в одном из последних видео шорты. У меня это оттенок 0.1. Cream Fizz. Хайлайтер Scalio Scalio Monster. От бренда Beauty Bomb. Essence. Stellar Rose Naked. Золотистый такой. Также золотисто-розовый. Это Beauty Bomb от Amigaura. Хайлайтер от Farris. С небольшим закосом по дизайну на Dior. Хайлайтер Tickle от Benefit. С очень красивым золотисто-розовым оттенком. Я его прям очень люблю использовать. Иногда использую. Хайлайтер от Darlin. С супер ярким сиянием. Тоже его очень люблю. Прям росый блесток. Очень бюджетный, но не уступающий по качеству. Более дорогим, консилер, хотел сказать, хайлайтер от бренда Catrice в оттенке 0.10. У меня все руки в блестках, но ничего страшного. Далее такой нежненький хайлайтер от бренда Amigaura. В 512 оттенке. Это также золотой хайлайтер. Но у него достаточно нетемная цветовая подложка, которая практически незаметна на коже и не будет выделяться. Он, кстати, очень похож на хайлайтер от Stelore. Точнее, они вместе похожи друг на друга. Также золотой хайлайтер от бренда Parisa. У него супер яркое сияние, но здесь более уже яркая цветная подложка. Поэтому у меня оттеночек 0.1. И последний хайлайтер с супер легким нежным сиянием от Divash в оттенке 0.2 с таким розово-серебристым сиянием. Вот он отлично подойдет на каждый день, либо для тех, кто не любит яркое сияние. Ну и последняя категория – это палетки для лица. Здесь у меня есть три вот такие прям палетки с три очка, которые мне жалко выкидывать. Ну и остальные давайте вместе их посмотрим, и я вам расскажу, покажу, возможно, что-то. Палетка от бренда Seven Days. Здесь супер яркий хайлайтер. Помню, как я любила ее вам рекомендовать. Буквально в каждом видео я показывала, потому что я реально ей очень часто пользовалась. Палетка от Vivienne Saboie из их цирковой коллекции. Палетка с пудрой и двумя скульпторами, точнее, с скульптором и бронзером от Stellarie. Палетка от Beauty Bomb из Dark Academy, также можете найти обзор на канале. Палетка для лица от Dodo Girl с Wildberries. Еще одна палетка с Wildberries. Здесь хайлайтеры, скульптор и пудра. Палетка Decagon от Influence. Палетка от LM Pro. Очень мне она нравилась, но жаль, что этого бренда больше нет у нас. Нинель. Вот такая палетка хайлайтеров с Wildberries. Палетка Buendio от Beauty Bomb из коллекции Cooking Show. Палетка от Makeup Revolution. Палетка хайлайтеров от Nova. Здесь такие кремовые хайлайтеры. У них такая прям... Да, думаю, вы поняли, какая текстура. Также палетка скульпторов и пудру с Wildberries. Еще одна палетка с Wildberries. Румяна с Wildberries. Вот такая палетка для коррекции лица с Wildberries. Вот такой вот продукт от Ice Cream. Я его нигде не показывала, вообще потеряла. Только нашла здесь бронзер. И сверху здесь у нас румяна. Во. Тут прям очень такой нежный розовый оттенок. И еще и зеркало даже есть. Вот такой продукт. Палетка от бренда Lovell. Или Lovell, я не знаю. Lovell, наверное. Палетка от Belor Design тоже очень старенькая. И супер старая палетка от Artvisage, где у нас идет холодный скульптор и хайлайтер. Ну, в общем, ребята, это и была моя первая часть коллекции моей косметики на продукты для макияжа лица. И пишите в комментариях, какую часть снять следующую. Может, про продукты для глаз или про продукты для губ. В общем, буду очень благодарна вам. И если вам понравится это видео, то в следующей части я попробую совместить и продукты для глаз и продукты для губ. То есть, все, что у меня осталось. Чтобы вышло всего две части. А я всех люблю, обнимаю. И всем спасибо за просмотр. И всем пока.